Часики-то тикают, и скоро кировчанам, которые владеют различным имуществом, придется исполнить свое налоговое обязательство. До срока окончания уплаты имущественных налогов за прошлый год осталось чуть больше недели. Спешат ли кировчане платить по счетам, знает Зоя Попцова. Считанные дни остались до наступления срока уплаты имущественных налогов за 2020 год. Налоги на квартиры, дачи, гаражи, а также другую недвижимость, земельные участки и машины, которые вам принадлежат или принадлежали в прошлом году, необходимо заплатить до 1 декабря этого года. Иначе налогоплательщики станут должниками. Долг по налогам будет увеличиваться каждый день из-за начисления пении. Губернатор Кировской области Игорь Васильев налоги уже заплатил, о чем и рассказал на встрече в управлении Федеральной налоговой службы по Кировской области. Я думаю, что у нас стала еще хорошей, так сказать, доброй традицией проведения таких акций, которые называются у нас «Начни с себя» по уплате имущественных налогов, поскольку это один из основных налогов, которые пополняют казну муниципальных образований Кировской области, так сказать, в целом. Мне кажется, это очень важно. Акция «Начни с себя» — это проект УФНС, в котором сотрудники налоговой службы региона и члены их семей уплачивают имущественные налоги досрочно. Есть и налогоплательщики, имеющие право на льготу. Для них она начисляется автоматически. Текеровчане сведений о льготах, которых нет у налоговых органов, могут обратиться в любую инспекцию с заявлением, после чего будет произведен перерасчет налога. При этом сумма льгот для налогоплательщиков составила больше 490 миллионов рублей, а это на 21% больше, чем годом ранее. Что касается уплаты, то на 18 ноября текущего года из начисленных сумм поступило более 850 миллионов рублей. Это составляет чуть более 40%. То есть многие граждане уже оплатили налог еще в октябре месяце. К Кировчанам направлено 658 тысяч налоговых уведомлений. Из них 113 тысяч налоговых уведомлений в электронном виде. 545 тысяч налоговых извещений с заказными письмами через отделение Почты России. Оплатить имущественные налоги можно в отделениях банков и банкоматах, а также не выходя из дома в режиме онлайн. Через личный кабинет налогоплательщика или портал Госуслуг. Субтитры создавал DimaTorzok